Здравствуйте, я Александр Яросименко. Отвечаю сегодня на ваши вопросы. Пишет мне Максим. Александр, я прочитал много книг по тайм-менеджменту, но все равно не планирую мой день. Моя интуиция мне подсказывает, что в этом планировании что-то не так. Нужно ли вообще планировать свой день и как это надо правильно делать? Ваше видео добавляет ясности, мотивирует не что-то другое. Спасибо за то, что вы делаете. Максим. Максим, спасибо, что смотрите мои видео. Сегодня я расскажу вам три самые главные правила, как правильно планировать свой день. И очень коротко отвечу на вопрос сначала. Нужно ли планировать свой день? Во-первых, что за вопросы такие? Как это? Нужно ли планировать свой день? Без плана на день вы обезьяна с автоматом в тире. Любая цель становится ваша, только патроны ваши очень быстро закончатся. Поэтому планировать свой день нужно обязательно. Делать это нужно обязательно от руки. Почему? Потому что когда вы не натыкали пальчиком в телефоне, а написали своей рукой, вы вложили вашу подпись в каждое написанное себе задание. И очень важная вещь. Вы обязаны верить в планирование своего дня. Если вы не верите, вы или очень скоро перестанете выполнять свои задания, или, скорее всего, к ним даже никогда и не приступите. А теперь три самые главные правила. Как планировать свой день? Когда-то в прошлом все мы день планировали. Мы писали на листочке себе задания, письмена в будущее. И письмена не доходили, потому что мы не делали то, что мы запланировали. Почему? Самая главная ошибка была. Мы трактовали себя как робота. Мы не роботы, мы люди. Роботы живут алгоритмами, люди живут привычками. Ваша задача не уместить максимальное количество дел в один конкретный день, а в этот конкретный день построить самые нужные вам привычки, потому что привычки переживут вас задолго, за пределами этого дня. Как много вы бы сегодня не сделали, этот один день, в 27 тысячах дней, а столько дней живет человек, буквально ничего не означает. Думайте, как построить правильные привычки. И для этого нужно будет знать, как выглядит ваш идеальный день. Повторяя ежедневно правильные действия на инерции, вас внесет в зону успеха, где вы будете успешны. Если вы один день правильно проживете, один день очень мало чего меняет. Повторю первое правило. Не пытайтесь уместить максимальное количество дел в один день. Пытайтесь построить правильные привычки. Мы люди, а не роботы. Роботы живут алгоритмами, люди живут привычками. Правило номер два. Оно гласит, если вы не запланировали, как бороться с отвлечениями, то вы запланировали, что вас отвлекут. Итак, что может нас отвлекать? Огромное количество разных вещей. 21 век, если вы не заметили. Телефоны, люди, интернет. Столько отвлечений сегодня создано, что если вы не планируете, как бороться с отвлечениями, вас гарантированно отвлекут. Любой ваш план, если вы не запланировали, что делать с отвлечениями, похож на замок на линии прибоя у моря. Новая волна. Люди позвонили, люди пришли, письма накатились и смыло весь ваш замок. Итак, что нас обычно отвлекает? Во-первых, проблемы. Свои либо чужие. Очень хороший вопрос. Как я думаю о проблемах? Первый вопрос, который я себе задаю, это моя ли эта проблема? Чаще всего я люблю людей, я помогаю часто людям, я берусь решать чужие проблемы. Возможно, вы так похожи на меня. В 80% случаев мы решаем чужие проблемы. Отдайте их обратно людям. Почему мы за них беремся? Мы хотим поднять себе самооценку. Мы такие полезные, мы такие нужные. Самооценку нужно поднимать результатами настоящими, а не помогая людям делать те вещи, которые могли сделать бы сами. Не нужно губить этих людей. Пускай они сами решают свои проблемы и сами поднимут свою самооценку. Второй этап. Если да, таки проблема ваша, а не чужая. Переходим ко второму этапу. Кому я могу ее отдать? Раз люди любят решать чужие проблемы, нужно делегировать им свои проблемы. В случае, если никто эту проблему не возьмется решать, либо он не квалифицирован решать, приходится решать ее самому. Только здесь. И вот здесь-то мы думаем. Если действия короткие, не более трех минут, решайте проблему тут же. Если это потребует более трех минут, запланируйте и решите проблему позднее. А теперь, кто же нас чаще всего отвлекает? Есть три самые главные вещи. Это сильнейшие отвлечения. И если вы не умеете бороться с ними, они вас подавят гарантированно. Итак, первое, кто нас отвлекает – это люди. У людей есть свои проблемы, желания, свои цели, свои мысли. И если все эти вещи стекаются к нам, мы никогда в жизни не разрешим всех этих проблем. Поэтому вам нужно будет научиться в период, когда вы заняты, отключать ваш телефон. Это обязательное условие. В случае, только если у вас большое количество подчиненных, вам нужно будет держаться с ними постоянно на связи. Если у вас нет большого количества подчиненных, это подчиненные ваши руки, вы не можете себе их обрезать. Если у вас нет большого количества подчиненных, отключение телефона на период вашей занятости – обязательное условие. Далее, это были люди. Второй компонент, кто нас отвлекает больше всего – это компьютер. Эти ребята научились делать такого вида отвлечений, что мы заходим в компьютер здесь, а выходим там совершенно с другого сайта. Так вот, что я делаю. Я клею на мой монитор стикер, на котором я напишу название сайтов, и зачем я должен туда зайти. Как только я посетил первый сайт, я его вычеркиваю. Второй сайт – вычеркиваю. Как только я вычеркнул все сайты на моем желтом стикере, я его отрываю. И догадайтесь, что? Если на компьютере нет желтого стикера, я не должен за ним находиться. Я тут же встаю. Делайте то же самое. И третье, очень сильное отвлечение, пожалуй, сильнее всех остальных и самое коварное – это наши же собственные мысли. Ты сидишь, работаешь, прилетели мысли, думки нашли, подхватили тебя и уносят тебя отсюда, с места, где ты должен быть. Ты должен быть здесь и сейчас, а тебя несет туда. Что же тебе делать? Хорошая фраза по-английски – cancel, отменяю, отменяйте мысли. Вы cancel, отменили мысль. Мысли полетело себе облачком дальше, вы остались здесь, где вы должны быть. У вас должна быть обязательно стратегия, как бороться с людьми, с компьютером и с вашими собственными мыслями. Если вы не умеете управлять вашими эмоциями, эмоции вас раскачают. Если вы упали, помните, вы подниметесь. Если вы поднялись высоко, помните, скоро вы упадете. Ваша задача – сохранять баланс. И переходим так. Давайте еще одну вещь вам скажу. Еще одна вещь, очень важная для борьбы с отвлечениями. У вас должно быть thinking place – место для мышления. У меня есть такое место. Это место, где я всегда захожу туда, отключая телефон. Это место, где я не думаю о работе. Я не думаю не о чем. Сажусь, я могу порисовать. Я могу сесть, посмотреть в окно. Это мой любимый ресторан. Там всегда играет очень хорошая музыка. Там очень удобные мягкие диваны. Я заказываю там мои любимые блюда. Я наслаждаюсь там жизнью. Это место, где я меняю мою стратегию, своеобразный компас. Бежать можно очень быстро по жизни. Но что гарантирует вам, что вы бежите в правильном направлении? У вас должно быть thinking place – место, где вы корректируете ваш курс. И последнее, третье правило – как правильно построить свой день. Меня удивляет. Меня реально удивляет, почему многие люди этого не делают. Планируйте мотивацию. Не имеет никакого смысла строить ваш день. Писать огромное количество дел. Если вы не запланировали, как вы будете мотивировать себя. Что можно сделать, чтобы себя мотивировать? Во-первых, отпустите лишние очаги напряжения в вашем теле. Вы не должны быть напряженными. У кого-то напряжены плечи, у кого-то грудь, у кого-то ноги скованы. Эти очаги напряжения нужно научиться обнаруживать в себе и отпускать осознанно. Не получается расслабиться, потому что напряжение – это дыра вашей энергии. Туда все утечет. Вы не сможете действовать через 3-4-5 дней, потому что вы были слишком напряженные. Многие вещи в жизни, практически все, нужно научиться делать с легкостью. Очаги напряжения будут вам сильно мешать. Как от них избавиться? Помните, хорошая перезагрузка системы – это когда ваше сердце бьется более 130 ударов в минуту, больше, чем 30 минут. Для меня это бег. А для кого-то это плавание. Может быть, велоспорт. Найдите свою активность. Вы должны перезагружать регулярно вашу систему. Что еще перезагружать систему? Спорт, только что мы его назвали. Секс, конечно же. Сон хороший. Алкоголь. Самое ненужное из этих четырех вещей. И еще одна очень важная вещь – как сохранить мотивацию? Получайте благодарности от ваших клиентов, коллег. Благодарность – это двигатель человека. Если реклама – это двигатель торговли, то благодарность – это двигатель мотивации. Получайте ее в большом-большом количестве. Думали, почему эгоисты мало чего по жизни достигают? Настоящие, эгоцентричные люди, которые ни о ком не думают. Не только потому, что они делают нужные продукты для рынка, а потому, что даже когда они сделали хороший продукт, он для себя чаще всего, они не получают благодарности. Без благодарности они перестают действовать. И еще одна вещь. Если благодарность к вам поступает, отдавайте ее обратно. Благодарность должна копиться в вас. Поток благодарности – вас и кому-то обратно. Вас и обратно. Это будет держать вас в состоянии высочайшей мотивации. Про деньги тоже не забывайте. Деньги мотивируют людей. Но благодарность, конечно, самая мотивирующая вещь. Я резюмирую. Вопрос. Нужно ли планировать свой день? А как иначе? Ну, серьезно, как же иначе? Это нужно делать обязательно. От руки. Потому что, прописывая ваши планы, вы пишете вашу подпись в каждом написанном вами от руки слове. И нужно обязательно верить в планирование дня. Есть три самые главные правила, как правильно планировать свой день. Правило первое. Планируйте. Не как максимальное количество дел уместить в один день, а как в этот день построить правильные привычки. Вы человек, а не робот. Человек живет привычками, робот – алгоритмами. Второе правило. Если вы не запланировали, как предотвратить отвлечение, то вы запланировали, что вас отвлекут. И третье правило. Сохраняйте мотивацию. Планируйте мотивацию. Без мотивации. Очень скоро любые ваши, даже самые быстрые начинания, остановятся, забуксуют и встанут, и вместе с ними встанете вы. С вами был я, Александр Герасименко, с тремя способами, как правильно планировать свой день. До встречи.